Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» о событиях понедельника, 8 августа, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В Нижнешиловском сельском округе появились первые обладатели природного газа в помощь другим жителям открытой штабы. У Сочи может появиться новый побратим из китайского Ченду, планируется наладить чартеры. На границе задержана крупная партия наркотиков. Гражданин Абхазии пакетики смесил эфедроном, спрятал в ботинки. Россия вперед! Сочинцы вместе с жителями нескольких городов страны выступили в поддержку олимпийцев. Ремонт участка трассы М4 Дон Краснодар-Джубга завершат в октябре. Об этом сообщил глава Росавтодора на проблему заторов. На этом промежутке дороги внимание Сергея Кельбаха обратил губернатор Кубани вместе с Вениамином Кондратьевым. Он оценил ситуацию на федеральных магистралях, ведущих к побережью, а после обсудили перспективы развития дорожной сети края. Подробнее расскажут наши краснодарские коллеги. Заветное «поехали» на дорогах к морю говорить еще рано. Но уже сегодня видно – поток машин на Джубгинской трассе начал двигаться. Набрать 90 км в час здесь еще не получится. Однако уже ставший знаменитым участок пути от села Молдавановка до села Дефановка стал почти в два раза быстрее. Автотуристов это, конечно, ничуть не успокаивает. Последние десятки километров, которые они вынуждены проезжать за полтора-два часа, становятся для них чуть ли не самыми долгими. Очень устали. Тяжело. Часа полтора, наверное. Километра 5-7. Печально обидно за страну, что здесь столько наших денег вложено. Мы едем отдыхать и попадаем вот в это. Скорость автомобильного потока увеличилась за счет патрулей ДПС. Их по поручению губернатора на дорогах края стало в разы больше. Но это была вынужденная мера, рассказывает Вениамин Кондратьев, председателю Автодора. Федеральный чиновник по просьбе губернатора специально прибыл в Краснодарский край, чтобы лично оценить обстановку. Сергей Кельбах у глава региона показывает ситуацию на трассах сначала с воздуха. Осматривает основной магистраль побережья в Туапсинском районе и альтернативный путь через Шеломянский перевал. Затем проблемную дорогу объезжает уже на машине. Здесь ведется ремонт. Хоть и движению ничуть не мешает, но за ограждениями не видно никаких работ. С чем столкуются люди? Они видят вот эти бордюры, много бордюров, сплошные бордюры, а работы, которые ведутся, они не видят. Поэтому, конечно, они говорят, вот нагородили, позагородили. В целом это у них вызывает вот это раздражение. И второй момент, насколько можно выйти из курортного сезона. Неужели в теплом, благоприятном, с точки зрения погодных условий регионе нельзя строить это, допустим, осенью, весной. Но у нас, как правило, пик активности строительных работ на дороге выпадает именно на курортный сезон, когда и жители края, и гости едут на море. Мы пересмотрели свои подходы. Целый ряд работ мы не начали специально. И начнем их с октября месяца. То есть мы полностью сейчас пересмотрели подход. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно представим вам, по окончанию вот этого сезона, представим вам, для того, чтобы, ну, во-первых, одобрение получить. И у вас, у администрации края была четкая, понятная картина. Что будет происходить, к чему готовиться. Освободить от рабочей техники самый проблемный участок трассы Краснодар-Джубка планируют уже этой осенью. К этому сроку здесь завершат все ремонтные работы, заверил глава автодора Вениамина Кондратьева. Я хотел бы, чтобы мы сегодня максимально экстрелировали внимание на сроках. И, как в прошлый раз, то есть понимали, когда мы завершим полностью весь цикл дорожных работ на промежутке Краснодар-Джубка. И я понимаю, что в этот сезон мы находимся в разгаре, по большому счету, строительных работ на определенных участках. Но очень надеюсь, очень верю, что к следующему сезону мы однозначно уйдем от этих проблем. И никаких строительных работ на участке Краснодар-Джубка вестись не будет. Мы в октябре месяце будем готовы сдать Другбинскую развязку. Мы внимательно оценили состояние строительства объекта, свои возможности. И сейчас можно с уверенностью сказать, мы готовы будем сдавать. Это очень серьезно развяжет весь этот транспортный узел, поворот Сочи-Новороссийск. Сергей Ильич, я думаю, что вас на слою ловить не приходится, потому что все, что вы говорили, еще раз подчеркну, на прошлом промежутке. Мы это сделали, поэтому мы видим, что в конце октября мы вместе все перережем ленточку вот этого сегодняшнего, сегодняшнего, я верю, проблемного промежутка Краснодар-Джубка. И на самом деле эта проблема уйдет, уйдет вместе с этим годом. Полностью же реконструкцию трассы М4 Дон Краснодар-Джубка закончат до начала следующего курортного сезона, обещает Сергей Кельбах. Однако с каждым годом количество автотуристов увеличивается, и проблемной может стать любая магистраль, ведущая на побережье, замечает Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани предлагает работать на перспективу и создать новую транспортную схему региона. Конечно, нам нужна новая транспортная логистика. А, естественно, значит, раз нужна новая транспортная логистика, нам нужны новые дороги. Надо продумывать и понимать, что нужны и альтернативные дороги. И сегодня мы вам хотим предложить строительство дороги Майкопа-Туапсы. Она будет как и дублером, как и альтернативной дорогой. И сегодня автопоток автотуристов говорит о том, что сегодня мы должны просто обеспечить возможность жителям нашей страны приехать на наши курорты. Курорты Черногорского побережья. Дальнейшее развитие курортов Коснодарского края без развития дорожной инфраструктуры невозможно. Это сегодня жизненная необходимость. Этот проект, по мнению Вениамина Кондратьева, позволит разрешить проблему не только с пробками в регионе, но и со скоростным режимом. А значит, сделать дороги и для жителей, и для гостей Кубани комфортными. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Туапсинский район. Ночью и утром 9 августа в Сочи возможны дожди с грозой и сильным ветром. Не исключен подъем уровня воды в реках. Спасатели просят проявлять бдительность, а в случае возникновения ЧС звонить с мобильного 010. И к другим новостям. В Нижнешиловском сельском округе появились первые счастливые обладатели природного газа. Работа по газификации сел Адлергского района началась еще перед Олимпиадой. Однако давление в магистральном трубопроводе долго отсутствовало из-за ликвидации компании-подрядчика. Через суд администрации Сочи все же удалось запустить Адлергскую магистраль. Теперь дело за самими жителями. А у нас в квартире газ, а у вас уже совсем скоро этот вопрос будет одним из самых распространенных в поселке Нижняя Шиловка. Многие ждали этого целую жизнь и до сих пор не могут поверить, что конфорка на плите загорается не от баллона с пропаном, а от настоящего природного газа. Радости нашей не было предела, конечно. Отопление сразу, горячие батареи буквально за секунду согрелись. А надо пользоваться моментом и подключаться, потому что все равно дешевле обойдется газ. На кухне Айкуш Карапетовой голубой огонек также вспыхнул буквально на днях. Теперь и ремонт в доме закончится быстрее, есть горячая вода. Можно забыть и про ежегодную покупку угля, которым раньше отапливались в зиму. А сэкономленные деньги потратить на внуков с улыбкой, говорит хозяйка. Мы ждали очень долго, наконец-то дождались. Спасибо всем. Было тяжело. Представьте, сколько лет на угле, на дровах. Неприятно, кочегарить. Теперь слава богу. Пришел этот день. И мы рады. Пока подключение к газоснабжению идет в Адверском районе не так активно. Многим людям кажется, что этот процесс изначально сопряжен с бюрократической волокитой и отнимает много времени. На деле это не так. По поручению главы города в администрации Нижнешиловского сельского округа создан штаб по газификации. Можно позвонить по телефону или прийти лично в сельскую администрацию, чтобы получить всю необходимую информацию. Жители улицы Светогорска хотим подключиться к газу. Расскажите нам, пожалуйста, процедуру данного подключения. Куда обращаться? Сколько времени это займет? И какие нужны документы? Для этого нужно паспорт хозяина, свидетельство о госрегистрации на земельный участок, на домовладение, технический паспорт на домовладение. И все правоустанавливающие документы на объект капитального строительства. Помимо работы в оперативном штабе, сотрудники Нижнешиловской администрации ходят по дворам и раздают домовладельцам памятки с алгоритмом подключения к сетям газоснабжения. У нас уже в селе Нижнешиловка есть три домовладения, которые уже пользуются газом. Многих выполнен монтаж, многие получили абонентские книжки. И вот в ближайшее время, еще, я думаю, несколько десятков уже смогут дополнительно подключиться. Значит, многие также пошли сейчас заново получать новые технические условия для того, чтобы можно было сделать проект и подключиться. Как говорят специалисты, август оптимальная пора, чтобы собирать документы и получать тех условия. Тем более, что услуга эта бесплатная. Придется немного подождать, но к отопительному сезону все будет готово. И тогда уже необходимость запасаться на зиму дровами и углем отпадет раз и навсегда. Ответы на вопросы по подключению к сетям газоснабжения можно получить по телефону в Сочи-Гургазе 296-08-04. Для консультации можно позвонить в оперативный штаб Нижнешиловского сельского округа. Также по инициативе сочинских единороссов помощь селянам штабы по газификации открыты в Молдовском, Краснополянском и Кудебстинском сельских округах. Здесь жители консультируют по всем вопросам подключения. Работают два пункта на выдачу тех условий на улицах Ереванской и Дмитриевой. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. На российско-абхазской границе задержана крупная партия наркотиков. Гражданин Абхазии придумал незамысловатый способ транспортировки N-метилофедрона. Пакетики с так называемой солью он спрятал в ботинке. После прохождения паспортного контроля на выезд из России мужчина был подвергнут личному досмотру. Его итог – два свертка с белым порошкообразным веществом. Химическая экспертиза показала, что это сильнодействующий наркотик. Таким образом, почти полтора грамма вещества является крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается. У Сочи может появиться новый город-побратим, с которым в ближайшее время курорт наладит прямое чартерное авиасообщение. Речь идет о китайском Чинду. Сегодня представители муниципалитета и туроператоры встретились с заместителем главы Сочи. И это уже третий визит делегации. Третий по счету визит за год, а самое главное состав нынешней делегации, подтверждают серьезные намерения китайцев, отмечает принимающая сторона. Руководство города Чинду предлагает наладить между курортами не только прямое ежедневное авиасообщение, но и развивать туризм, обмениваться студентами, творческими коллективами, осуществлять взаимные поставки пищевой и другой продукции. Город Чинду – административный центр провинции Сычуань. Это пятая по численности агломерация в Китае с населением более 17 миллионов человек, многие из которых хотели бы приехать в Сочи и увидеть местные достопримечательности. Сегодня китайцы говорили об укреплении отношений и ускорении рабочего процесса. Со своей стороны компания Тайбет Аirlines уже закупила новый самолет. От российских же специалистов туристы из Азии ждут специальных предложений и индивидуальных программ. «Хотим как можно быстрее получить официальное подтверждение наших договоренностей. Если все будет успешно, то первый рейс Чинду – Сочи полетит уже в конце этого года. А в сентябре у нас пройдет большой международный туристический форум, и мы предлагаем в Сочи организовать там презентацию курорта». Вице-мэр отметил серьезную подготовку ко встрече коллег из Китая и поблагодарил представителей делегации Чинду за весомый вклад в развитие отношений. «Мы видим, что проведена большая работа и видно конечную цель. Конечная цель – это хорошее отношение наших двух городов, наших стран, прямой рейс Чинду в Сочи. И для того, чтобы это все осуществить, нам нужно сейчас написать план реализации этого проекта. Мы должны этот план утвердить у нашего главы города. И согласно плану по различным направлениям, которые я вижу, что вы очень глубоко проработали, это и аэропорт, и экскурсионная деятельность, и шопинг, лечебные факторы, многие-многие другие, которые мы готовы очень внимательно отработать со всеми специалистами и вместе с вами. Видим, что это профессиональная команда, и с вами мы достигнем больших результатов». Сочи готовится к приему второй волны отдыхающих. В бархатный сезон город также пользуется популярностью у туристов. Подготовка идет не только в санаторно-курортных комплексах, но и на улицах. По инициативе главы города во всех четырех районах курорта прошел очередной субботник. На субботник вышло более тысячи сочинцев. Порядок на улицах, придомовых территориях, вблизи торговых объектов наводили как сотрудники городской и районных администраций, так и общественники. «Основная задача – это плотная работа с САХом, это ежедневный мониторинг. И сегодня также будут отдельные группы, нацелены на то, чтобы вывозить крупногабаритный мусор с прилегающих к контейнерным площадкам объектом. Сейчас идет лето, очень жарко, листвы много, листва сыплет, поэтому уборка листвы на ведение эстетического порядка, особенно в гостевых зонах района». Только в Хостинском районе общими усилиями было вывезено 620 кубометров мусора. «Спасатели нам помогают в этом отношении очень хорошо со спилом деревьев и поросли. Привлекаем всех, и владельцев магазинов, и воинская часть тоже, видите, порядок вокруг себя наводят. Поэтому активно участвуют люди, видят, да, и стараются помочь. Идут навстречу, в основном народ понимающий». На встречу организаторам субботника пошли работники торговли, которые признают, что успех их работы, а значит и выручка, в том числе, зависит и от внешнего вида близлежащей территории. «Проявили инициативу главы администрации Хостинского района. Благодаря его мы устроили этот субботник. Будет чисто, будет аккуратно, и всем будет приятно. И местными, и отдыхающими. Эту чистоту мы уже своими силами будем придерживать. Чтобы здесь была идеальная чистота. Чтобы мы не обозорились перед нашими отдыхающими». Весь процесс по организации уборки города, в том числе привлечения тяжелой техники, находился под личным контролем первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита. Он же осуществлял общую координацию субботника по районам. В Лазаревском мусорными мешками и метлами вооружился самый внушительный десант – 603 человека. В помощь неравнодушным сочинцам работало 9 самосвалов, тракторы и мусоровоз. В центральном районе чище стало на площади в 23 тысячи квадратных метров. Адлерцы помимо улиц района очистили от мусора и берег реки Мзинта. «Вся сфера санитарно-курортная, торговая, строительная сфера также все вышли сегодня на свои предприятия, гаражный кооператив, тоже все вышли, возле себя они проводят работу. Сегодня все молодцы, всем я могу сказать огромное спасибо». Горожан призывают не ждать организованных субботников, а ежедневно наводить порядок вблизи своих дворов. Ведь такая работа не только повышает привлекательность города, это своеобразная лепта в дело сохранения экологии курорта. Очередной субботник провел и Сочинский водоканал. В рамках долгосрочной акции «Чистая вода Евразийского» на этот раз расчищали берег реки Хирота. Клич о субботнике на берегу реки сотрудники Сочи водоканала кинули в сеть интернет. Их, как ни странно, откликов оказалось немало. В 9 часов утра на борьбу с мусором вышли около полусотни неравнодушных экологии курорта сочинцев, среди которых были и сотрудники Краевого министерства природных ресурсов, Сочинского водоканала, работники администрации, политические деятели, депутаты городского собрания и ЗСК. Очень много хороших, добрых, активных, энергетичных сочинцев. Мы вышли сегодня для того, чтобы показать всем нашим согражданам, что даже в наше очень непростое время мы все можем быть объединены вне зависимости от принадлежности к той или иной практике, к тому или иному общественному движению, можем быть объединены единой целью. А цель очень простая – сделать наш город лучше. Это только один из участков берега Хероты. Расположен он неподалеку от стройбазы и частных жилых домов. За сушливое лето река больше похожа на ручей, облепленный грудой мусора. Живой рыбы нет, зато именно этот улов был первым. Затем пошли пакеты, бутылки, пластиковая посуда, ветки деревьев и покрышки. Кстати, в этот день у водоемов собирались не только сочинцы. Перчатками, граблями, лопатами и мусорными пакетами вооружались во многих городах нашей страны. Акция прошла в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России». А вот сотрудники сочинского водоканала проводят уборку рек ежегодно по несколько раз. Четвертый раз мы проводим такую акцию и шестая точка по уборке рек в городе Сочи. Каждый раз мы в такой акции проводим полтора-два часа. Но за этот период мы вывозим 5-10 тонн мусора. Можете себе представить, одна маленькая акция и какой вклад от каждого человека, сотрудника. Такой же десант чистоты уже работал в Лазаревском районе, на реке Псизуапсе, в Дагомысе и в центре курорта. Реку Хирота убирают неоднократно и каждый раз вывозится огромное количество мусора. Вот и в эту субботу две грузовые машины были загружены по полной. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Более 100 участников собрала в Сочи международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии». Открытие этого важного в научном мире события состоялось сегодня в Адлере. Расскажет Ольга Десятого. Представители крупнейших научных центров России из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также делегаты от зарубежной науки из США, Германии, Чехии, Грузии, Абхазии, Украины и других стран собрались сегодня в Сочи. Более 100 ученых приняли участие в третьей по счету международной конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии». Их поприветствовал глава города Анатолий Пахомов, который отметил важность проведения таких форумов для всей науки. «Конечно, мы уверены в том, что сегодняшняя конференция это еще один шаг вперед в развитии наук. Большое спасибо, что местом проведения снова является город Сочи. И я думаю, что все те, кто приехал к нам, смогут наряду с тем, что будут, конечно, совещаться, докладывать о своих успехах, обмениваться опытом, смогут найти время для того, чтобы полюбоваться красотами города Сочи». Задача конференции – изучение в экспериментах на приматах методов лечения социально важных заболеваний. В Сочи на обезьянах, лабораторных двойниках человека, изучаются многие болезни людей. На приматах, в единственном в стране питомнике обезьян, расположенном в Сочи, испытывается эффективность и безопасность новых лекарственных препаратов и вакцин. «Есть аспекты, которые невозможно решить без приматологии, которая решает не только фундаментальные аспекты науки сама по себе, но и помогает решить вопросы внедрения тех разработок, тех научных продуктов, которые были получены в результате научно-исследовательской деятельности в практическое здравоохранение». В ходе конференции ученые планируют заслушать 38 докладов с материалами еще по 32. Можно было ознакомиться в отдельном зале на стендах. «Будут обсуждаться вопросы и приматологии, и вопросы космической биологии, медицины, вопросы онкологии, и самые различные вопросы экспериментальной медицины». В завершении конференции будет проведен мастер-класс по теме «Стратегия и тактика проведения доклинических исследований лекарственных препаратов». Он пройдет на базе НИИ приматологии. Его 60 лет возглавлял академикран Борис Лапин. В последний день конференции состоится честование почетного гражданина города Сочи. Коллеги-ученые поздравят его с 95-летием. Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи состоялась всероссийская эстафета и самый большой в России флешмоб в поддержку российской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Его организовало общественное движение «Россия вперед». Право поднять российский триколор над стадионом «Югспорт» выпало двум олимпийцам. Вячеславу Яркину, серебряному призеру юношеских Олимпийских игр 2014 года и победительницей этих же соревнований Ирине Анинковой. Россия – это вообще великая держава. И здесь самые талантливые и самые прекрасные спортсмены, самые сильные. Я искренне надеюсь, что они смогут доказать, что все победы заслужены. Сразу два города – Сочи и Севастополь, объединившись, выступили с призывом ко всем жителям страны. Россия – только вперед! Был организован телемост, и участники сочинской эстафеты видели все, что происходит в Крыму, и наоборот. Я подогнал, что патриот России, болею за Россию, и всегда поддерживаю российскую команду. Мы все пришли поддержать сборную России, потому что это самая лучшая сборная, мы все-все дружно болеем за нее. Участвовал на закрытии паралимпиады, и всю жизнь занимает спортом. Боевой офицер – сбить только за Россию. Все, что сегодня происходит здесь, это такая сочинская олимпийская поддержка нашей сборной России, которая сейчас находится на Играх в Бразилии, и тех спортсменов, которые у меня допустили до летней Олимпиады. Пока одни сочинцы болели на трибунах, другие принимали участие в эстафете. Здесь был организован не только легкоатлетический забег, после на поле вышли и юные футболисты, а затем и фехтовальщики. Все юные спортсмены Сочи наравне со взрослыми переживают за успех нашей сборной. Болеет за россиян и глава курорта. Мы уверены, что наши атлеты приложат все силы для того, чтобы победить честно, открыто и чисто. И это будет. И, конечно, мы желаем нашим атлетам, нашим спортсменам, а только из Краснодарского края на Олимпиаде сегодня 30 наших спортсменов. Мы желаем им победы и удачи. Весь вечер стадион был окрашен в цвета российского триколора. Каждый участник флэшмоба получил футболку одного из цветов государственного флага России. И под гимн Олимпийской дружины таким образом был синхронно составлен государственный флаг страны, символ единой и сильной России. Елена Всецына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте вкт.ком. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok